В Расторгуевском парке в этот день была оживлённая. Здесь собрались любители скандинавской ходьбы на первый общий старт. Дали объявления в газету, дали вконтакте в группе объявления, расклеили здесь немножко объявлений. Ну вот люди потихонечку, и когда флажки я дистанцию отмечала, кого встречала, тех приглашала. И вот таким образом понемножку народ набирается. Настроить свой организм на ходьбу помогает разминка. Гуляющие в парке дети не отставали от взрослых. Вместе с ними приседали, растягивались, выполняли за инструктором фитнеса все движения. Ирине Александренко в разминке поучаствовать не удалось. Она торопилась к внуку. Он пока ещё маленький, но она считает, что мальчик должен видеть свою бабушку молодой и здоровой. Вот и занялась она скандинавской ходьбой. Хочется, чтобы ещё быть на ходу и долго. Вот, поэтому мне понравился просто этот вид спорта. Он простой, мне кажется, всему, ну, любому человеку доступен. За три года тренировок Ирина Владимировна достигла заметных результатов. Ну, во-первых, подтягиваются мышцы рук, потому что не хочется, чтобы вот здесь вот болталось у нас. Всё-таки мышцы ослабевают, иммунитет ослабевает. Иммунитет становится, ну, получше. Непременный атрибут скандинавской ходьбы – это палки, которые нужно установить на уровне локтя. Установить и вперёд. Теперь я ваша единомышленница. Ну, что интересно, вроде вот скандинавская ходьба, когда смотришь, вроде как всё просто. А этому тоже надо, в общем-то, тренироваться и учиться. Скандинавская ходьба напоминает обычную. Руки, ноги и туловище движутся свободно и синхронно. Во время ходьбы ногу следует сначала ставить на пятку, а затем на носу. Темп немного интенсивнее прогулочного. Движения рук определяют ширину шага и, соответственно, общую нагрузку на мышцы тела. Первый старт скандинавской ходьбы в Расторговском парке состоялся на радость спортсменам и всем отдыхающим. Планируем в будущем каждую субботу в Расторговском парке в 11 часов выходить на скандинавскую ходьбу. Пока отдыхающие наслаждались скандинавской ходьбой, сотрудники парка приводили в порядок его территорию. За зиму здесь накопилось и много мусора, и старых гнилых веток. Очищаем, чтобы начала расти трава. Вновь распускающая зелень радовала наших жителей. Поэтому все парки работают только для наших жителей и гостей нашего района. Всех ждем с нетерпением. Людмила Медведева, Владимир Бижонов, Екатерина Чернышева, Видное ТВ.